Здравствуйте, у микрофона Татьяна Фельгенгауэр. Я приветствую в этой студии своего коллегу-журналисту Михаила Фишмана. Добрый вечер. Привет. Ну что, Ингушетия, о которой молчат упорно федеральные каналы, там все довольно масштабно. Ну, почему же не хотят рассказать о том, как Кадыров с Евкуровым контролируют ситуацию? Ну, потому что тут публичность никому особенно не нужна. Ну, в смысле Кремлю, естественно. Зачем же разжигать дополнительно то, что и так уже горит? Так что в этом смысле тут логика довольно очевидна. Но зачем тогда надо было поджигать? Это же не так, что звезды сложились. Это хороший вопрос. Зачем это понадобилось поджигать? Потому что выглядит, если отойти на шаг в сторону, то выглядит, что это такая рукотворная совершенно история, которой могло легко не быть. Не обязательно она должна была произойти. Очевидно, что, судя по всему, мы в Ингушетии наблюдаем сейчас настоящий кризис. Из которого еще непонятно, как выбираться. То есть, это тяжелая ситуация. Я не уверен, что я понимаю все внутренние пружины этого конфликта. Но некоторые, наверное, понятны. И одна из них заключается в том, что, как вот на той самой ферме, некоторые животные ровнее, чем другие. Есть, а именно Рамзан Кадыров, который породил этот конфликт и является его движущей силой, мотором. То есть, его претензии... Зачем Евкуров согласился на этот конфликт? Тоже хороший вопрос, на который нет очевидного ответа, по крайней мере, у меня. Но очевидно, что Евкуров, видимо, оказался в ситуации, в которой он не мог сказать нет. Почему именно он не мог сказать нет? Как именно эта ситуация выглядела? Чем он оказался обложен? Не хватило ли ему в том числе понимания, что последует за этим, как отреагирует на эту республику? Я не берусь точно сказать. Он, насколько я понимаю, пытался как-то противостоять экспансии Кадырова, в том числе на территории Ингушетии, относительно, насколько этого... Когда-то это было не сейчас явно. Нет, не прямо сейчас. У них история отношений, когда он после Зязикова пришел. Это уже сколько лет прошло? После Аушева. После Зязикова. Да, после Зязикова. А потом был Евкуров. Это уже прошло много лет. Да, третий срок уже у него сейчас, по-моему. У него такой солдатский подход к республике и жизни вполне достаточно мирный. Он стремится вообще вынагрушить, насколько я понимаю, режим другой, не такой, как в Чечне. В Чечне представить себе такого рода митинги, протесты против своего собственного лидера невозможно. Мы же понимаем. Равно как и пополнение в местном парламенте, допустим. Ну, и не очень понятно, чтобы местный лидер в Чечне, отдал часть республики просто так вот. Наоборот, он забирает. Да, я говорю, что Евкуров странно сравнивать с Кадыровым. Да, и понятно, что Кадыров претендует на гораздо больше, нежели чем он формально является. И ингушетия – это одно из главных направлений в экспансии. Просто в силу исторической Чеченной ингушетии, как она существовала еще в советские времена, и, я так понимаю, просто родственных отношений между чеченцами и ингушами, то это для него естественное направление расширения своих владений, причем как буквально, так и в разных других переносных смыслах. И, наконец, он добился своего. Как именно это произошло, непонятно, но то, что ему это можно, и то, что ему можно больше, чем остальным, в результате порождает вот эти конфликты, которые мы в результате и наблюдаем. Ну, здесь федеральный центр как-то не спешит вмешиваться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сегодня сказал, что да, мы следим, мы получаем информацию, в том числе от глав республик. Ну, надо оставаться в конституционном поле. Да, ну, это, на самом деле, как мы понимаем, эти слова ничего не значат. Это не значит, что Кремль не вмешивается и, на самом деле, уже внутри не управляет этой ситуацией. Я уверен, что, на самом деле, уже каким-то образом... Ничего не изменилось. Да, но это не значит, что ничего не происходит. Наверное, пути решения... Другое дело, что они не очень просматриваются, потому что Кадыров не может позволить себе отступить. Соответственно, то есть он сможет, если ему прикажут из Москвы, но это сегодня себе представить довольно трудно. Значит ли это, что обидеть Рамзана Кадырова для Кремля страшнее, чем закрывать глаза на разрастающийся Чечено-Ингурский конфликт? Это вопрос соотношения сил. Мы прекрасно помним, как еще там несколько лет назад, ну, в последний раз это было после убийства Бориса Немцова, на несколько месяцев Кадыров попадал в опалу. И явно пытался восстановить свои позиции в Кремле. Когда он выводил здесь митинг в защиту Рахинджа, что-то он не вел себя как человек в опале. Да-да-да, с тех пор прошло уже много времени просто. С тех пор уже прошло много времени. Это продолжалось недолго. Это продолжалось месяца три. Потом политически эта проблема была решена. Путин закрыл на это глаза. И с тех пор, собственно, сначала он там брал на мушку Касьянова, и в Грозном маршировали автоматчики. А потом этот пиар конвертировался уже в реальные дела. И одним из таких реальных дел сегодня является, собственно, вот то, что мы наблюдаем, когда отбирают часть Инкушетии в пользу Чечни. Он может себе это сегодня позволить. Очевидно, есть такое понимание у него. Он достаточно тонко чувствует, насколько я понимаю, что он, чего ему можно, чего ему нельзя. И поступает именно так. Получается, что он каждый раз делает небольшой шаг вперед и нащупывает вот эту границу. А эта граница каждый раз отодвигает. Причем буквально уже. Да. И теперь уже это буквально. Теперь это граница с Инкушетией. Да. И она отодвинулась. И вот здесь уже возникает вопрос, который, как мне кажется, задают в каждом обсуждении роли и значения Рамзана Кадырова в российской истории, современной, дожили. Не могут или не хотят его контролировать? Он им полезнее. Я имею в виду Кремлю. Да, да. Ну, это на самом деле, конечно, вопрос лично к Владимиру Путину. Это его креатура и его проект. В этом смысле даже не обязательно говорить Кремль. Гораздо более узкая инстанция. Ее зовут Владимир Путин, которая заведует, если угодно, этой проблематикой. Я так понимаю, что сейчас... Я прекрасно помню, как Кадыров начал расти. Это происходило в конце нулевых. Это тогда происходили... Один за другим погибали все влиятельные чеченцы. В частности, на улицах Москвы. Это тогда появились одно с другим сообщения о каких-то эскадронах, которые живут в районе президента отеля. Это тогда стало понятно, что Кадырову можно гораздо больше, чем другим. Я уверен, что тогда действительно для Владимира Путина, в том числе, в первую очередь, Кадыров представлял собой в буквальном смысле боевой отряд. То есть, это были люди, на которых можно было опереться в случае чего. Мало ли что. Сейчас, мне кажется, так вопрос не стоит. Нет необходимости, по крайней мере, она не просматривается. Сегодня апеллировать к Кадырову, чтобы его отряды приезжали куда надо и решали эти вопросы. Хотя, это не значит, что они не встанут еще. Может быть, и встанут. Значит, сейчас, я думаю, Путин смотрит на Кадырова как на свою главную опору на Северном Кавказе. Порядок, чтобы был. Вот порядок он обеспечивает. Это важно. Включая и внешнеполитический компонент. Да, история с геями в Чечне добавила столько очков Владимиру Путину в его поездках в европейские страны. Просто диву дается. Ну, с другой стороны, сказать, что он как-то сильно очень переживал по этому поводу, тоже не приходит. Ну, я думаю, что когда раз за разом ему задают один и тот же вопрос, наверняка он как-то обращает внимание на это. Ну, обращает и... И ничего. Да, зато, насколько я понимаю, когда речь идет о Сирии, когда речь идет о Ближнем Востоке, когда речь идет о Ливии, то оказывается, что Рамзан Кадыров, ну, мы это обсуждали на самом деле, в том числе и здесь, играет важную для него роль. Думаю, что если взвешивать проблемы геев в Чечне и, с другой стороны, те бонусы, как он считает, которые он получает, имея своего эмиссара на мусульманском Востоке в лице Рамзана Кадырова, Путин, его ответ, его понимание довольно очевидно. Мы сейчас делаем небольшой перерыв. Это особое мнение Михаила Фишмана. Мы скоро вернемся. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем. У микрофона Татьяна Фельгенгауру, Михаил Фишман, журналист, мой коллега, сегодня у меня в гостях. Я бы хотела как раз про журналистику с вами поговорить. В Болгарии жестоко убита журналистка Виктория Маринова. В минувшую субботу было обнаружено ее тело. Она занималась расследованиями коррупционных схем. И реакция очень сильная. И в Совете Европы, в Европе в том числе. Вообще, насколько реакция на убийство журналиста отличается в европейских странах от реакции на убийство журналиста здесь, в России? Наверное, настолько, насколько роль журналиста отличается в европейских странах от роли журналиста здесь. Примерно, я думаю, соотношение будет вполне похожим. А именно, она здесь гораздо меньше. Потому что, в целом, меньше стоимость человеческой жизни в России или журналистов, не знаю, не ценят, не любят, не нужны они. Потому что влияние, которое журналист оказывает на положение вещей, здесь, конечно, меньше, чем оно в демократическом обществе, демократической стране. Ну, я говорю прописные истины, наверное, они там одинаково понятны. Но, тем не менее, это такой факт. Ну, здесь просто вспоминается же история со Словении, когда вся страна вышла на акцию протеста, когда был убит журналист, который тоже он расследовал. То есть, журналисты-расследователи, понятно, что это всегда группа риска, и журналисты всегда в списке людей, которые подвержены опасности. Но это не горячая точка, это не территория, где идет война. Это всего лишь расследование коррупционное, не знаю, или там по мафии. Почему так? Ну, потому что у нас, в отличие от российской жизни, устроено так, что есть ее какое-то официальное течение, а есть и параллельная реальность, в которой мы, собственно, с вами в результате и живем, вынуждены, в которой действительно могут убивать журналисты, в которые это становится важным. Ну, про нас-то понятно, более или менее, а я имею в виду Европу, где это уже, по-моему, не первое убийство, связанное с журналистом-расследователем. Вот там-то как это возможно? Почему там такое внимание? Почему люди так реагируют? Да, и главное, как возможно вообще, журналист-расследователь, подвергающийся смертельной опасности в европейской стране, в стране Европейского Союза, это, ну, как-то, про горячие точки понятно. Но с расследованиями коррупционными, понятно, когда в России, да, там делают расследования, и уже так не то, чтобы сильно делают, да, все-таки в России расследовательская журналистика сейчас кажется больше... Ну, это не ее вина, да? Безусловно. Но для европейских стран вот этот уровень опасности, что для журналист-расследователя тоже повышается? Да, мне кажется, что, во-первых, будем справедливы. И в нашем этом проблема в том, что тот вот основной, главный официальный мир, если угодно, он задает эту повестку дня, в которой нет в том числе и Ингушетии, и много чего еще нет, в том числе и убийств, журналистов всего того, что составляет нашу повестку дня. Но в нашей повестке дня это важный вопрос. И когда вот недавно погибла группа Архангаджемаля Расторгуева и Радченко в Африке, то это для нас одно из важнейших событий в этом. Мы очень внимательно следим за этим, мы очень внимательно следим за расследованием, которое продолжается. И людям это не безразлично. Другое дело, что не все про это знают. Я, во-первых, хотела бы поправиться, что я перепутала, извините, Словению и Словакию. В Словакии я был убежурналист. Но там, очевидно, людям было не все равно, если вышла вся страна. У нас, если пройтись по улице, да никто никогда вам не вспомнит ни одного убитого журналиста. Много по какому поводу не выходят люди в России. Я просто еще раз скажу. У нас, например, просто надо понимать, что такое повестка дня и как она контролируется на сегодняшний день. Это же не только буквально новость. Средства массовой информации, когда это некая система, они функционируют таким образом, что они объясняют, дают понять, что важно, что не важно. Не просто сообщают что-то. И в Словакии эта система устроена по-другому. Она находится в прямой связи с общественным запросом. Она непосредственно на него реагирует, что люди думают важно, а эти средства массовой информации сообщают. И они друг с другом резонируют. Так возникают важные события, важные поводы, важные вещи, которые действительно волнуют всех. И у нас есть, и у тех, соответственно, у общества есть понимание, что это то, что нас сегодня волнует. В сегодняшней России такого рода повестку сформировать невозможно. Это очень трудно. Единственный случай, когда это произошло реально, помимо воли центральной власти, это событие в Кемерово весной. Вот там эта повестка начала формироваться сама. Через интернет, так или иначе, стало понятно, что это то, что нас всех сейчас сегодня волнует. Но это никак не было связано при этом с журналистикой. Да. Но не каждый повод таким образом пробивается через эту систему цензуры, которая существует сегодня в России. Вот в случае с журналистиками, даже не только с журналистиками. Если вспомним события в Береззоре. Сколько, мы так и не знаем, сколько конкретно людей погибли там во время этой боевой схватки. Но среди них были, очевидно, российские граждане. Где это? Если мы выйдем с вами на улицу сейчас, на Новый Арбат и спросим про это, люди просто не поймут, о чем мы говорим. Потому что этого нет в повестке дня. И вот независимая журналистик попадает в эту же черную дыру, если угодно. И там пропадает. К сожалению, это не только наше вина, как общество, что мы не реагируем на эти события. Но и того железобетонного, той железобетонной стены, через которую эта поездка не может пробиться. Ну, просто получается, что потихоньку эта черная дыра расползается как-то и захватывает и другие страны, если там возможны такие преступления. Хотя это по-прежнему вызывает... Я не знаю, на самом деле, как сейчас реагирует Болгария на то, что там произошло. Пока мы видим там бюрократические всякие... Но это действительно и каждый раз большая история, это правда. По поводу повестки, это что же получается, что у нас самым важным, если журналисты, сотрудники федеральных каналов формируют, что важно, что не важно, то в принципе ничего важнее, чем бой Хабиба с Макгрегором, нет. Потому что двое суток уже все обсуждают только это. Чем живет страна под названием Российская Федерация? Не бунтом в Омской колонии строгого режима, не нашими грушниками, не нападениями на журналистов или оппозиционных политиков. Ничем. Только вот боем двух людей, одного из которых я не уверена, правильно ли назвала. Ну, еще есть внешний политик. Да, и внешняя политика, но про нее уже тоже стараются не говорить, потому что, ну, что, про Сирию отчитываться? Ну, сейчас мы, как говорит Владимир Путин, давайте уже скорее все санкции вводите, чтобы мы могли эффективно вам ответить. Такова, собственно, внешнеполитическая повестка на сегодняшний день. Ну, хорошо, внешняя политика, это сейчас больше ассоциируется, видимо, все-таки с Скрипалями. И с нашими сотрудниками ГРУ. Совершенно верно, да. Это так. И не сказать, что эта внешняя политика выглядит как-то достойно. Опять-таки, смотря с какой колокольни смотреть. Ну, давайте с нашей смотреть колокольни. Мы же, ну, как бы, мы же на ней, пока нас не сбросили. С нашей колокольни это все, конечно, напоминает уже такой совсем сумасшедший дом. И театр абсурда. Это правда. И, собственно, у нас пишет Шмидт, а рукавы вводят ГРУ уже сама собой. То есть, у нас, видимо, это главное внешнеполитическое ведомство теперь, судя по той невероятной активности, за которой мы теперь вынуждены наблюдать. Но дело в том, что, и вообще начиная уже с, когда, собственно, дело Скрипалей началось прямо буквально перед выборами Путина. Мы же это помним прекрасно в начале марта, да, этого года. И с тех пор вся эта внешняя политика заключается в том, что какие ваши доказательства, да, буквально, вот транслируется. Руслан Баширов и, значит, Александр Петров выступают на сцене и так далее. И Путин берет на себя ответственность легко и свободно, и уверенно. Фраза про потравили бомжей чудовищно абсолютно. Да, но я бы тут обратил внимание не только на то, как Путин относится к бездомным. Это тоже интересно и важно. Но и как можно понимать его слова. А как их можно понимать? А он, если внимательно посмотреть, что он говорит, то он же не опровергает ни разу, собственно, то, что Россия участвовала в отравлении Скрипалей. И, собственно, все понимают прекрасно, что произошло. Он говорит, а вы зачем на нас эту еще женщину повесили? Вы что, с ума сошли? Он же так говорит. Мы что, еще будем отравить, что ли, бездомных людей? Ну, он по-другому немножко выразился. Мне неловко повторять цитату. Но, тем не менее. Смысл в том, что в мире Владимира Путина Гру этого не делала. Россия в этом не участвовала, и она в этом не виновата. В его информационной картине есть какой-то погибший человек, про которого британцы говорят, что Россия его отравила. Как он себе конкретно представляет, что там именно произошло, это отдельный вопрос. Мы не знаем, что и вложиться ему в виде бумаг на стол. Но он считает, что это просто облыженное, несправедливое обвинение. Россия Палей понятно. Он, собственно, так и говорит. Он наказан, он предатель, он подонок. Его наказали. Все понятно. Что вы еще от нас хотите? Что вы на нас вешаете? То есть, он считает... То есть, для него вот это вот какие-то ненужные сопутствующие потери? Нет, для него, с его точки зрения, это либо ложь, либо какой-то миссиндестендинг, либо провокация. Кто-то умер, крот, кто-то умер, нас об этом обвиняют. А как же доказательство? Это то, что он говорит. То есть, никто не рискнул ему рассказать про то, что... Мы не знаем, как складывается его картина мира сегодня. Видимо, как-то не очень гладко прошла операция. Он рассуждает с точки зрения логики. Россия это не нужно, Россия этим не занимается, посторонних людей не травит. Сказал Путин буквально. Он буквально это сказал. Поэтому это не мы. Это то, что прозвучало. Так, как я понял, если есть в этих словах смысл в том, что он говорил, то он такой. То есть, это на самом деле нам довольно много сообщает о том, какая картина мира, собственно, складывается за кремлевскими бойницами. И насколько сильно она отличается от картины мира в той же Британии, где они смотрят на смерть Дон Стерджес, как на террористический акт на своей собственной территории. Просто это два мира, которые друг друга не понимают совсем. Они не понимают, но, видимо, у британской стороны будут еще какие-то доказательства. И как после них будет реагировать Владимир Путин? Тоже интересно. Доказательства чего? Дело в том, что они, британцы, они общаются с такой странной... Это непонятно даже доказательство, о чем мы, собственно, говорим. Доказательство, что что? Этот вопрос оставляем в воздухе. Вернемся через несколько минут. Особое мнение Михаила Фишмана. Особое мнение. И мы продолжаем особое мнение. Это особое мнение журналиста Михаила Фишмана в студии Татьяны Фильгенгауэр по поводу того, что британские спецслужбы собирают доказательства. Вопрос доказательства чего? Найдет свой ответ как раз после того, как они шаг за шагом расскажут, что происходило в Солсбери. Да, но дело даже не в том, что вопрос шире, чем Солсбери. Солсбери стала такой, если угодно, точкой напряжения на этом фронте. Вот у нас, по-моему, сегодня министр иностранных дел Лавров снова заявил уже по поводу этой истории в Голландии. Да, вот только что, кстати, посол Нидерландов вышла из Министерства иностранных дел и говорит, что Нидерланды не будут терпеть нарушения международного права со стороны Российской Федерации. Да, значит, там еще в апреле четырех сотрудников ГРУ поймали с поличным. То есть буквально взяли в тот момент, когда они, собственно, разворачивали свою эту сеть Wi-Fi, чтобы войти в аккаунты этих самых сотрудников Организации по запрещению химического оружия. Просто буквально в этот момент заправили у них оборудование, их выслали, у них дипломатические паспорта. То есть большего, на месте преступления буквально это произошло, большего, чем доказательства быть не может. Это вот оно и есть. На что Лавров говорит, говорит, что, я уж не помню, что он конкретно сказал, но как обычно, какие ваши доказательства. Он сказал, что вообще там у них рутинная работа. Да, рутинная работа. То есть он не может даже, он в этот момент уже нельзя провернуть, что они там были, видимо. Это уже, к сожалению, невозможно. Но, значит, у них была рутинная работа. Они ничего плохого не делали, хотя их оттуда выслалили за то, что они с поличным буквально в момент совершения преступления их там и накрыли. Ну, на это вот Лавров отвечает так, как он отвечает. Вызывают посла в Москву, вручают ему очередную какую-то ноту. Как вы посмели, у вас доказательств никаких нет, а вы устраиваете крик на весь мир. Ну, пожалуйста, можно так рассуждать. Мне кажется, это перестает работать. Во-первых, это, конечно, не работает на Запад. То есть это уже все все понимают давно. И это не работающая конструкция в том смысле, что она никаких политических дивидендов, внешнеполитических, в Москве не приносит. Другое дело, что непонятно, что еще делать, что признаваться, что ли. Это тоже непонятно. Но важнее, мне кажется, что ощущение такое, что она перестает работать и здесь, дома. А для кого она здесь дома должна работать? Что-то концепция интересная. Она должна работать для всего российского общества, для всех телезрителей, телеканала. Ну, им же покажут про то, что англичанка гадит. Им действительно показывают, что англичанка гадит, только, мне кажется, это приносит все меньше и меньше удовлетворения. И если мы посмотрим на последние опросы Центра Левады, сегодняшние, например, там упал Путин в очередной раз. Рейтинг у него упал. А упал, например, Жириновский. Но не он один. Жириновский как раз... Да, буквально упал Жириновский, в отличие от Путина, упал, подскользнулся. Да. Зато рейтинг вот стоит. Это же Жириновский. А у Путина падает. Кроме Путина упал рейтинг еще у двух российских политиков. Это Сергей Лавров и Сергей Шойгу. То есть, это комплекс лидеров, которые отвечают за внешнюю политику России. Путин, Шойгу и Лавров. Шойгу как министр обороны, который ведет разные боевые действия. Совершенно верно. Это Сирия, это боевые действия. Это, значит, упавшие Ил-20. Вот буквально недавние обвинения в адрес Израиля. То, чтобы упавшие, а прямо-таки сбитые, да еще и собственные ракеты. Совершенно верно. А Лавров, это вот последний эпизод, вызов нидерландского посла. Вот, да, наверное, триггером этого падения послужили другие проблемы. И главный из них, наверное, это пенсионная реформа. Она ударила по Путину. На самом деле, то, что бьет по Путину, бьет и по всем остальным активным его представителям в пространстве. Таким, как Шойгу и Лавров. Но в результате, на самом деле, мне кажется, мы уже можем говорить, что вот эта вот бесконечная полемика, весь этот троллинг, вся эта истерика, весь этот логический вот этот нарратив, какие ваши доказательства, когда вот они у нас в руках, но это все равно не доказательства, он перестает работать. В том смысле, что это надоело. Что вся эта истерика... Да, Россия может быть осажденной крепостью, и эта идеология работала. Но теперь она перестает работать. Может быть, это и перестает работать для западных стран, для какой-то части населения. Я имею в виду Россию, я имею в виду здесь. Да, но опять же, вы же сами сказали, что... Когда Путин говорит, я прошу прощения, просто когда Путин говорит, давайте вводите ваши санкции, уже, я сомневаюсь, что под этими словами подпишется вот 70% россиян. Что-то мне не верится уже в это. Потому что связь между тем, какая в России внешняя политика, о том, как развивается российская экономика, и как происходит рост реальных зарплат, чувствуется все острее и острее. У этого могут быть разные причины, но связь этого уже существует. Ну, недавние выборы показали, что некоторые регионы готовы вполне себе деятельно показать свое недовольство. После чего пошла такая череда с... Да-да-да, там уже сборная Россия начала проигрывать манекеном. Да. Практически буквально по анекдоту, как известно. Но мысль моя заключается в том, что это недовольство распространяется не только на положение дел внутри. Недовольство единой России, падение рейтинга Путина, падение рейтинга власти. Но и недовольство внешней политикой России. Она перестает, как мне кажется, устраивать. Вот это агрессивное противостояние миру не пользуется тем спросом, каким она пользовалась в течение первых двух-двух с половиной лет после Крыма. Забавно как раз к нашему с вами разговору пришло сообщение. Центробанк просчитал варианты возможного усиления санкций, но предоставлять эти оценки не будет. Тогда у меня вопрос про настроение людей. Все чаще тут у нас звучит слово дедоларизация. Я понимаю, что экономисты, наверное, и финансисты нам лучше объяснят, что это как-то. Но я говорю именно о психологическом состоянии людей. Потому что для них это выглядит довольно угрожающе. Мы видим серьезные очень оттоки с депозитов Сбербанка валютных. Но это же тоже может быть опасно. Даже если экономист подойдет к вам и объяснит, что это никак на вас не отразится, это дедоларизация экономики, все равно человек сразу вспомнит, как еще совсем недавно было у нас с валютой. А там, глядишь, вспомнят, как было с выездом за рубеж. Ну, ровно так и происходит. Доверие к государственным институтам, в том числе отвечающим за экономику, падает. И да, если нам кто, глава ВТБ, например, Андрей Костин, говорит, что, ну, там, может быть, поменяем, но, может быть, как-то переиграем вклады. Ну, ничего, все будет хорошо. Это значит, ага, понятно, значит, надо идти в банк. Да, да, потому что все уже привыкли. Если они говорят, что... Эта связь более-менее прямая и может работать только таким образом. Да, и это понимание, мне кажется, тоже довольно концентрисное. На фоне всего этого общего какого-то волнения, хотелось бы вернуться к тому, что у нас Федеральная служба исполнения наказаний опять в центре внимания. На этот раз речь идет о бунте, о волнении в Омской колонии. И опять эти местные официально уполномоченные по правам человека говорят, что ой, да нет, да все в порядке. ФСИН говорит тоже, что все в порядке. И информации никакой нет. Учитывая количество людей, которых отправляют в тюрьму по разным самым поводам, и истории с пытками, которые становятся уже достоянием общественности, и люди, кажется, стали уже не то, чтобы там сомневаться или верить, они просто знают, что да, в тюрьмах пытают. Это уже теперь общедоступное знание. Мне кажется, это очень важный момент. Вот это вот чрезвычайно важный момент. В России, в тюрьмах, вообще система российского правосудия пытает людей буквально физически, мучает их. Это стало общим знанием и общим местом. Это важнейшая совершенно характеристика момента нынешнего. Потому что еще год назад мы так не говорили. Два года назад мы так не говорили. Сегодня мы так говорим. Сегодня мы знаем, что людей пытают током абсолютно такими, как будто ты читаешь художественный роман про какую-нибудь латиноамериканскую диктатуру 60-70-х годов. Вот сегодня так выглядит российское правосудие. И мы понимаем умом, что это верхняя часть айсберга. Те пытки, про которые мы узнаем. Что на самом деле тогда происходит в колониях с теми, кто уже сидит. А не подпредственные подозреваниями. Сначала все повозмущаются, а потом все привыкнут. Это просто станет часть общего пейзажа. По-моему, так не может быть. Мне кажется, что есть большая разница между Россией, в каком бы тяжелом состоянии она ни находилась. Есть понимание в России, что мы не страна третьего мира. Мы не страшная диктатура, где просто мучают людей и бросают их окулом со скалы. Что так нельзя. Я уверен, что есть это инстинктивное понимание. И оно должно работать. И оно будет работать. И так просто. Да, сейчас это такой фон. Просто знание. Но когда возникнет какой-то момент перехода куда-то еще, это знание тоже станет одним из фронтов борьбы. Вот что я хочу сказать. Да, но так, например, говорили и фрагменты. Это уже и сегодня так. Это на самом деле сегодня так. Марш матерей это показал в Москве. А дело нового величия никуда не делается. Хорошо, вы не можете вот так взять и победить систему. Так не работает, не получается. Но то, что это людям безразлично, это не так. Я уверен, что нет. Просто то, что людей просто мучают, втыкают иголки в пальцы, не может быть безразлично. Даже человеку, который достаточно безразличен ко много чему. Я уверен, что в России дело обстоит так. То есть вы не думаете, что массовой реакцией на это будет? Пожалуйста, не рассказывайте. Это очень неприятно слушать. И мне хватает своих забот. Разные бывают формы защиты от этого знания и понимания. И мы возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Про эту самую повестку дня, в которой мне самому приходится решать, что важно, а что не важно. Вместо того, чтобы делать это всем вместе. Вот когда мы говорим про расследовательскую журналистику. Это осложняет дело. Но это просто так, вот так вот, не проедешь эту остановку. Она от сознания остается у людей. И это сыграет еще. Спасибо большое. Михаил Фишман. Сегодня был гостем программы «Особое мнение». Эфир вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания. Продолжение следует.